Всем привет, уважаемые зрители! В этом выпуске, как вы уже, наверное, заметили, легенда ралли и легенда японского автомобилестроения Subaru RX STI второго поколения. Итак, немножечко сейчас окунемся в историю, пока вы будете наблюдать за этой красотой. Значит, в 92-м году компания Subaru выкатывает нам версию Impreza RX STI на замену более тяжелому и более, скажем так, громоздкому Legacy. Машина обладала двухлитровым мотором. Это был EOS 207 номиналом 247 лошадей и 309 ньютон-метровых крутящего момента. До сотки это чудо разгонялось за 5,6 всего-навсего. Вот что на тот момент, как для, опять-таки повторюсь, в 92-го года было очень круто на самом деле. Естественно, машина обладала легендарным Symmetrical AVD полным приводом. Вот. И производство того поколения первого, то есть поколения Impreza RX STI было закончено в 98-м году. Далее в 2000-м году выходит второе поколение, вторая генерация, то есть так называемая глазастая Impreza. Это был уже новый кузов, который мы вот можем сейчас наблюдать, наслаждаться этим видом, можем видеть перед собой. Целых 8 лет на рынке этот кузов был со значительными, скажем так, и менее значительными изменениями. Кузов прошел два рестайлинга. В этой машине также был установлен EJ-207, который уже был раздут до 265 лошадиных сил. У него было 343 ньютон-метра крутящего момента. Вот. Разгон до сотни при этом оставался в пределах 5,5 секунд, несмотря на возросшую массу и, скажем так, чуть более серьезные габариты. Вот. При этом кузов по-прежнему оставался, то есть, ну, просто, можно так сказать, с натяжкой неубиваемым, несмотря на то, что даже там двери безрамочные были, что, кстати, является, скажем так, фишкой. Одной из фишек, крутых фишек этого кузова и вообще, в принципе, Impreza. Далее. Сам двигатель был, я, пожалуй, остановлюсь на нем поподробнее, имел систему Dual EVCS, то есть, управляемые клапана, в которых изменялось время впуска-выпуска. Также уже на этот мотор пошли более усложные твинскрольные турбины. Вот. И, естественно, в версии WRX STI, которую мы сейчас наблюдаем перед собой, уже была раллийная начинка, то есть, крутые крепкие диски, там, тормоза, каркасы и там все подобное. Естественно, светотехника была другая и так далее. Вот. Что касательно вообще, в принципе, Subaru, естественно, их визитная карточка – это звук выхлопа, который мы все знаем и все любим. Ну, может, любим, конечно, и не все, но я думаю, все слышали Subaru, как она звучит и очень многим, естественно, это нравится. Ну, многим и не нравится. Так, в общем, теперь, собственно, перейдем непосредственно к самой модели. Первое, на что можно было бы обратить внимание, это вот эта надпись Glow Scout. Я раньше не совсем понимал, что это значит. Это означает, что кузов автомобиля на 90, скажем так, процентов покрыт пленкой. Эта пленка придает яркость, блеск такой красивый. И, естественно, мы можем иметь, благодаря этой пленке мы имеем возможность получать машины с полноценными ливреями. То есть, полностью раллийная раскраска, как у оригинала, так и здесь вот на модели. Особенно, что хотелось бы отметить, это все надписи вот здесь, допустим, там, то есть, это спонсоры, здесь спонсоры, там, естественно, фамилии гонщиков, это Томи Мякинин и Кай Линстрём, его, то есть, Штурман. Здесь у нас надписи Subaru, STI, то есть, все, что относится к оригиналу, все перенесено на уменьшенную копию. Вот, даже там супер мелкие надписи, типа, там, STI и расшифровки, вот, и так далее. Собственно, еще очень такое серьезное внимание я хотел бы обратить в этой модели на номерные знаки. Это то, что я вообще раньше не замечал на других моделях. То есть, у нас здесь полноценный номерной знак находится на заднем бампере. Вот, и что более интересно, на переднем бампере он присутствует в виде маленькой такой наклейки. То есть, это у нас, скажем так, ну, более такой европейский, что ли, вариант. Вот, на тот момент это у нас там ралли Монте-Карло проходили, еще какие-то, я все, честно говоря, не помню. Вот, ну, конкретно эта машина представлялась у нас в 2002 году, кажется, если я ничего не путаю. Вот, ну, собственно, наклейки я все уже описал. Здесь также очень интересная стоечка с спонсорами. Даже вот супер мелкие детали, такие там, как Пирелли, там, Матюли и так далее. Это все нанесено на машину, это все можно увидеть. Ну, на фотографиях, я думаю, будет лучше видно, можно будет рассмотреть более подробно. Вот, ну, собственно, теперь мы перейдем к самому кузову. Вот, первое, что лично мне бросается в глаза, это, естественно, ее спойлер, известный, знаменитый, легендарный STA-шный спойлер, который мне очень нравится. Ну, он, на самом деле, круто выглядит. Далее, увеличенная ширина арок, как впереди, так и сзади, потому что это у нас все-таки раллийная машина. Это уже серьезный спортивный агрегат, а не просто там гражданская какая-то GDM машинка, вот, и так далее. Собственно, очень мне понравился передний бампер. Да, я на нем остановлюсь поподробнее. Здесь перенесены на модель абсолютно все элементы настоящего бампера, вот, что очень важно. Также отмечу радиаторы, которых там, естественно, большое количество. Несмотря на то, что мотор, как мы, естественно, знаем, и уж у нас оппозитный и плоский, но радиаторы-то все равно должны где-то присутствовать, так же, как и радиатор интеркулера, который находится над двигателем. Вот, также здесь отмечу на кузове эти микро-микро-маленькие вот поворотнички, как здесь, и вот здесь на крыльях, которые, ну, буквально только сейчас заметил. Плавно после бампера мы переходим к фарам. Это отдельный вид какого-то суперкрутого искусства. Очень такая, ну, классная вещь. На самом деле классная. Мне очень нравится, как здесь стилизованы фары. В оригинале, естественно, там стоят маски и линзы. Здесь у нас все полностью отражено, как бы, на модели. Вот. И что характерно, там внутри за ними, поскольку это у нас модель, и тем не менее, там внутри за ними подготовка сразу под 4 светодиода, то есть максимальная копийность. И можно сюда добавить, в принципе, 4, так скажем, освещаемых светодиода, которые у нас будут имитировать собой линзы. То есть все полностью соответствует оригиналу. Это очень круто, очень здорово. Вот. Ну, что касательно задних фар у нас тут, в принципе, все соответствует оригиналу. Сюда тоже можно поставить без проблем освещение. Вот. Единственное, здесь, конечно, уже по одному светодиоду, но тем не менее, красный свет в любом случае вы можете спокойно получить на этом кузове. Да вообще без проблем. Далее. Капот. Очень понравился мне капот. Хотел бы на нем тоже остановиться более подробно. Почему? Потому что как и у оригинала, так и здесь у нас получается, значит, первое отверстие, это у нас получается продувка радиаторов от морды вверх. То есть это вытяжное, так скажем, вытяжное отверстие, которое увеличивает, очень серьезно увеличивает эффективность продувки основных радиаторов. Вот. И за ним у нас находится уже, ну, я так его называю, капюшон, который, кстати, в модели тоже у нас здесь сквозное отверстие. Вот. Что очень не характерно для остальных производителей, кстати. Вот. И это, собственно, у нас воздухозаборник на интеркулер, который находится, я же выше сказал, над двигателем. Вот. С капотом можно перейти на зеркала. Кстати, зеркала очень интересно выглядят. Тоже такая необычная деталь. Их сделали, ну, скорее всего, специально, как бы для ролейной версии, более такими компактными и обтекаемыми. Они на самом деле очень компактно выглядят и очень крутые. То есть, ну, вид тут, ну, просто супер. Далее. Перейдем к крыше. На крыше у нас, собственно, номер команды. Воздухозаборник. Еще вот эта вот хренька, которую я никак не запомню ее название. Но, то есть, полностью соответствует оригиналу. Единственное, чего здесь, скажем так, наверное, невозможно было выполнить в маленьком масштабе, это там вот всякие антенны связи, которые у нас обычно стоят вот на ролейных машинах. Вы можете увидеть их на записях ралли. Этих антенн зачастую тут, ну, немаленькое, скажем так, количество. Далее. Особо, как я люблю уже отмечать, особо хочу отметить тонировку. Тонировка, это вот на всех кошках, это моя любимая тема, потому что вот этот цвет сепии, цвет бронзы, что ли, вот. Ну, это классно. Особенно в сочетании с этим цветом кузова, с этим цветом дисков. Вот. А это также является визитной карточкой компании Subaru. Команду Subaru. Это вот сочетание цветов синего и золотистого. Очень круто. Выглядит очень классно. Ну, на самом деле, да и вживую отлично смотрится, и на модели, ну, пушка, просто пушка. Вот. Что хотелось бы еще отметить именно по модели. Здесь у нас, помимо дисков, которые являются... Ну, я думаю, так не особо будет заметно, но смысл в том, что они абсолютно одинаковые. Вот. Причина здесь проста. Этот кузов сделан, создан под AVD-шное шасси. То есть, поскольку у нас машина полноприводная в оригинале, соответственно, и модель тоже устанавливается на полноприводное шасси. Вот. Ввиду этого у нас абсолютно одинаковая ширина этих дисков. Вот. Ширина шин, вылет. То есть, здесь все вот направлено на максимальное соответствие оригиналу. Поэтому вот у нас вот четыре одинаковых колеса. И, естественно, у них, кстати, и крепление. То есть, принцип крепления немножко иной, чем у обычных шасси в этой серии. Вот. И это еще больше добавляет, скажем так, копийности и вдохновляет. Вот. Потому что, если у оригинала полнопривод, значит и здесь мы сделали полнопривод. Вот так решило руководство компании. Вот. Ну, я думаю, можно, в принципе, на этом уже и завершать. Что хочу еще отметить. Ну, в любом случае, на видео, конечно, все детали не успеешь так охватить. И, я думаю, рассмотреть что-либо, особенно маленькие какие-то элементики, будет очень сложно. Поэтому я всегда фотографирую машины отдельно. Ну, да, это, конечно, не макросъемка будет. Но, тем не менее, очень интересные какие-то мелкие детали, мелкие элементы. Гораздо легче и проще будет рассмотреть на фотографиях, скажем так, в более спокойной, что ли, обстановке. То есть, я не буду вам надоедать своим голосом там. И можно будет просто рассмотреть машину, насладиться ее красотой. Красота, действительно, что у этой Subaru, что у всех остальных кошек, у них есть. И они выглядят круто, на самом деле круто. Вот. Ну, я думаю, на этом я уже все сказал. Также прошу вас не забывать подписываться на мою группу ВКонтакте. Можно также на Инстаграм. Вот. А здесь в Ютубчике без проблем задавайте любые вопросы, пишите ваши впечатления об этой машине. Вот. Да и все, наверное. На этом все. Всем пока. Пока.